Более 26 тысяч болельщиков, и это только за первый день чемпионата мира. Уже тогда стало понятно, что пустовать площадь Минина не будет. Иностранные гости, российские туристы, нижегородцы. За первой игрой российской сборной следили все и ликовали после финального счета 5-0. Россия! 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 Игры российской сборной всегда собирали самое большое количество болельщиков. Одновременно на площадке FIFA фан-феста могли находиться 15 тысяч человек, и каждый матч аншлаг. Ну на такую игру не стыдно смотреть! Так хорошо это! Ура! Мы планируем из группы! Ура! Это уже история, они уже вышли в этом году, они вообще красавцы. Вражения от сборной Уругвая мы тоже переживали все вместе. Все равно радует, что в 1-8 финале, в финал попало, просто жалко, что теперь мы точно команда не приедет в Нижний Новый Зарод. Это, короче, это так же, как Черчесова, стопудово. Я просто уверен, я просто знаю. Ну, конечно, поддались, поддались, сказали там, типа, да-да-да, немножко пошутили, но все будет, все будет. История творится прямо на наших глазах. Сборная России впервые выходит в четверть-финал. Нигерия! Добой! Австралия! Добой! Россия! Вперед! Игорь, товарищи! Игорь, красава! Уважение, почет! Я тебя люблю! И здесь же, на фан-зоне, болельщики рыдают, когда российская команда в четверть-финале по пенальти уступает хорватам. Это слезы горя, но и гордости тоже бились отчаянно, так что весь мир увидел, русские не сдаются. Молодцы! 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 Финал чемпионата и финальный вечер фан-феста. Это хедлайнер Леонид Агутин. Приятно было смотреть на наш город, который поддерживал всю эту атмосферу. И, наверное, столько улыбающихся нижегородцев мы не видели очень давно. Очень здорово, очень классная атмосфера. Ради этого стоит устраивать такие праздники. Я сам не отсюда, на каждый матч сюда приезжал. Очень понравилась, хорошая организация. Праздничный фейерверк – яркий символ мега-взрыва эмоций, который всем нам подарил этот чемпионат. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова